В студии Павел Давыдов. Здравствуйте! В эфире программа «Коллеги», которая объединяет журналистское сообщество из разных регионов России. Это взгляд изнутри на конкретный город, село, деревню и живущих там людей. Как всегда, мы покажем лучшие работы, которые заслуживают отдельного внимания. Уникальные находки, в которых сохранились сообщения о важном, и люди, собирающие подлинную историю по крупицам, встретились на площадке одного из лучших музеев мира. Редкое собрание события, которое случается раз в сто лет. Моя коллега из Северной Сети Вероника Зангиева сняла документальный фильм о подготовке выставки «Сокровища Аландского царства» в государственном Эрмитаже. Фрагмент ленты «Экспонаты» покажем прямо сейчас. Плотный дождь в декабре – странное причудо даже для Петербурга. Тяжелые капли под ногами превращаются в тонкую сахарную наледь. Скользкие узоры затрудняют движение, будто просят остановиться, рассмотреть сюжеты через призму разбеленного тумана. Здесь живет ветер и история. Город – ее долгий свидетель, вечный хранитель и собиратель. Именно поэтому я тоже сегодня здесь. Как мосты, которые соединяют улицы, районы, памятники, дома, глубокий из наших корней, поисков и сомнений, распускается тут на глазах, рисует нитями карту и ведет за собой. Погружение в историю – это как столкновение с вечностью. Бесконечность, которая была до нас и останется после. Полотно следов и символов, на котором мы ищем подтверждение собственным догадкам, а может, так преодолеваем заблуждения или отвечаем на вопросы. Кто я? Какие мы? Что из общего нам известно и неизвестно совсем? Продолжение следует... А не комплекты, комплексы. Просто доди и в конечах написали, что это разрозненные вещи. Это костюмы, да. Телеком, помнишь. Понял? Прикол. Сокровище. Ой, это симпатичный. Здесь красиво все. Вот эти вот спички замечательные. Это здорово. А вот вчера мы золотишко разбирали, браслетики нечетки, да? Четрощение. 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 Четрощение, да? Все. У них как будто есть свой заведенный порядок. Завтра тысячи людей будут рассматривать в этих предметах время и жизнь. А пока над лучшей стороной каждого экспоната трудятся технические специалисты, кураторы, исследователи, ученые. Они знают. Уже сейчас здесь рождается редкое собрание и происходит событие, которое случается раз в сто, а быть может и тысячу сто лет. Мы представляем проект, который прошел действительно очень большой путь от замысла до воплощения. И мой жизненный опыт говорит о том, что если рождена сильная и красивая идея, она жизнеспособна. Она способна каким-то волшебным способом притянуть возможности, условия для того, чтобы воплотить красоту, которая была положена изначально в замысел. Идея заключалась в том, чтобы показать не только археологический материал, а создать образ Алании и представить ее в лучшем музее страны, а может быть и мира. Когда подробно ремни выглядят, шнуры выкладывают, или вот такие вот они сплетенные, скрученные. Вот знаешь, как ткань, крюченка, или как веревка бывает плетенная, или скрученная. Это все на воротниках бывает, чтобы шею не било. Это все оттуда, да, понятно, но здесь больше для того, чтобы форма стояла, скорее всего. Впервые вот так полно показывается аланская культура, начиная вот с первого века нашей эры и заканчивая вот периодом позднего Средневековья. Тут есть материалы из Даргавса, из Рекома. И еще очень интересно, что здесь собраны материалы разных исследователей, разных археологов. Тут есть вещи, которые были найдены еще до Октябрьской революции, в начале 20 века, и вещи, которые были найдены уже в начале 21 века. То есть это вот такая столетняя работа исследователей, и музейщиков, и археологов, и этнография здесь, и многое-многое другое. Проект родился из желания увидеть вот это наследие Алании, увидеть наследие наших предков, и увидеть это в одном выставочном пространстве. Как задача это оказалось невероятно сложным, потому что аланские коллекции хранятся в разных музеях. В Государственном историческом музее, в Государственном музее народа Востока, в Российском этнографическом музее. И как будто бы пришло время, знаете, собирать камни. Вообще, когда вот этого много теряется как-то вот, изобилие... Не получается так, чтобы все было красивенько, вот так. Вот, 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 вот. Вот я, например, вот такой сюжет здесь вижу. Может быть, да. Его можно или вот здесь предводителем поставить. И шесть личинок вокруг маленьких. А мечитка, и шесть личинок. Сокровища Аландского царства – это 500 уникальных предметов из музеев Москвы, Санкт-Петербурга и Осетии. Большинство из них будут показаны широкой публике впервые. И даже опытные специалисты, то есть люди, которые посвящают истории Аланд-жизнь, смотрят на распакованные предметы с трепетом и восхищением. Есть вещи, которые мы много раз видели в разных каталогах музейных и так далее, и так далее. Но сейчас мы их видим вживую, по-настоящему. И так проще понять даже масштаб этого предмета. В каталоге ты не понимаешь, какого размера какая-то вещь. А тут ты их видишь собственными глазами. Ну, это как, вот, я не знаю, музыку по телевизору слушать или вживую. Вот такая же разница. Ну, например, вот сейчас мы смотрели сабли из Мейского катакомбного могильника. Три сабли хранятся в трех разных музеях. И вот они сейчас лежат все три перед нами. И мы можем посмотреть там близость орнамента, ювелирной работы, еще чего-то. Это, на самом деле, уникально. Это возможность увидеть овеществленную историю. Это одно дело, когда ты читаешь об этом в книгах. И когда ты заходишь и видишь те предметы, которые им пользовались. Да, аланы, осетины. И как бы совсем иначе воспринимается, нежели текст. Как в той поговорке лучше один раз увидеть и прочувствовать это. Межмузейное сотрудничество – непростая, хоть и распространенная практика. Движение экспонатов – это правила, регламенты, бюрократия и обязательства. Но вязкий плен любой рутины легко побеждается силой больших замыслов, красивых идей и увлеченных людей. Кстати, о людях. Команда проекта – соединение профессионалов разных национальностей и регионов. Здесь, конечно, немало выходцев из Северной Осетии, представителей наших музеев, институтов и не только. Но много и тех, кто не носит осетинских фамилий и не имеет таких отметок на карте рода. Зато несет в себе какую-то волшебную примесь любви к нашей истории и наследию. Куратор выставки – Анастасия Чижова. Как любят говорить о ней коллеги – Аланка по состоянию души. Впервые на Кавказ попала в 10-м классе. Через год осознанно выбрала профессию археолога. В поисках неизведанного истоптала километры осетинских дорог. Наши экспонаты происходят почти все с территории Северной Осетии. То есть это история не только про Алан, это история про Северную Осетию, про ее археологические богатства, про ее культурное наследие, уникальную духовную культуру. И Осетия является частью Российской Федерации. Всегда кажется, что это то, что мы знаем. Я поняла, что это совсем не так, к сожалению. Очень многие люди, даже в научном мире, они не имеют совершенно никакого представления, что такое реком, что такое Аланское царство, кто такие Аланы. То есть какие-то вещи, которые мы привыкли считать как само собой разумеющиеся. То, что, например, осетины изучают в школе. Для людей вне Осетии – это что-то новое. Но при этом это новое, оно очень притягательное. Здесь, на нашей выставке, посетители в очень большом многообразии видят аланское искусство. Но это искусство, опять же, не одного народа. Мы видим, как органично вплетаются в единую ткань аланского искусства компоненты искусства Византии, Сосанитского Ирана, Тюркского Каганата, Хазарского Каганата и обогащают своими традициями искусство Алан. Говорят, что люди одной общности и культуры часто оказываются на одних и тех же перекрестках жизни, ведомые то ли какой-то энергией пространств, то ли спиралью времени. Олег Зайцев работает на выставке в монтажной группе. Для него такие мероприятия – череда перемещений витрин, оборудования и проводов. Но только не в этот раз. Разобравшись немного, какую площадку он собирает и для чего, Олег сам подошел к нашей группе познакомиться и узнать подробности о проекте. Оказалось, все детство он провел в Осетии. А детство, как известно, непобедимо. Я только сам недавно узнал, что будем делать выставку. Меня это очень удивило и порадовало, что приложу также свою руку к этому. Мне это очень интересно. В основном это все изучается после открытия выставки. И когда выкладывают, что-то достают, тоже изучаешь, спрашиваешь. У меня мама с Южной Осетии. Как бы все корни оттуда идут. Также с Владикавказа родственники тоже. Все детство провел в Южной Осетии, в Владикавказе. Что-нибудь в Осетинске понимаете? Ой. Ну вот так, допустим, например, да? У меня фамилия Зайцев. Друга научил, как на Осетинском будет Зайц. Как будет Таркус там. Ну, Осетинский чуть-чуть подзабыл, но так в основном весь диалект я понимаю. Когда кто-то общается на Осетинском, я все понимаю. Парадное оружие и ювелирные изделия. Посуда из стекла и керамики, костюмы и шелковые кафтаны. О чем говорят нам эти вещи сегодня, спрашиваю я у каждого встреченного на площадке специалиста. Каждый отвечает, опираясь на свой опыт удивительных находок. Но все сходятся в одном. Когда возникает слово Аланы, то, в общем-то, у всех бывает самое разное представление. Кто-то что-то знает, кто-то что-то слышал, но слышал мало. А здесь, в общем, можно с самых ранних находок до позднего Средневековья пройти и посмотреть, что собой представлял народ, который жил, и в данном случае до сих пор, остатки этого народа живет в горах Кавказа. Археолог Тамерлан Габуев – один из самых известных и профессиональных алановедов наших современников. Интереснейший собеседник и отдельный человек-экспонат. Гуляет по залам с фирменной тростью и на четвертый рабочий день переобувается в уютные тапочки. Потому что если правды в ногах действительно нет, то банальная человеческая усталость расползается у самой опоры. А вот правда Тамерлана Габуева все время мелькает перед его глазами. Больше 30 лет назад он руководил раскопками оланских княжеских курганов в селении Брут в Северной Осетии. Находки его экспедиции тогда поразили мир. Редкие, богатые предметы из этого комплекса – тоже важная часть уникальной экспозиции в Эрмитаже. Я представляю Государственный музей Народового Востока. И наш музей представлен вот этой коллекцией, которую раскопал я в 1989 году. Это комплекс из Брута. Чем он интересен? Он интересен всем. Этот комплекс был найден в Алансском кургане середины пятого века. Комплекс был найден в том месте, в котором, так сказать, в общем-то никогда в Аланских курганах вещи не находили. Он был найден в тайнике. Была выкопана яма, катакомба, и в двух метрах от края катакомбы был сделан тайник. Тайник содержал вот это скопление драгоценных предметов, которые положили, слава богу, не в погребение, которое было полностью ограблено, вот абсолютно, а положили рядом. Во входной яме было захоронение коня, что очень редко для вот этого периода Аландской истории, очень редко, и сразу же указывает на очень высокий статус погребенка. В том числе и высокий курган, он был два метра. Мы здесь имеем меч в золотых ножнах с обкладкой рукояти, золотом, и много других предметов, которые группировались вокруг него. Меч, его общая длина где-то 115 сантиметров. Анализ изображений этих мечей указывают на их восточное происхождение. Для этого времени, например, Европа, она дает массивные, более широкие клинки, но с короткими рукоятями. Здесь же мы имеем изящный длинный клинок, узкий, и длинную рукоять. Это восток. Интересен вот этот самый набор распределителей ремней, пряжки и наконечники. Это обувной гарнитур. Вот он указывает на очень высокий ранг. Всегда считалось, что подвески – это вот пряжка, а это две подвески, висящие от пояса, ну вот как обычный наборный пояс кавказский. Это считалось, что это начинается в конце VI-VII веке, а у нас в середине V века. Вещи выполнены в поликромном стиле, то, что называется бултской эпохи и так далее. На выставке впервые мы можем видеть не только Алан эпохи сарматского времени и эпохи великого переселения народов, но и горцев Северного Кавказа, которые жили одновременно с Аланами, но не на равнинах предкавказья, а в горах. И это те, кто являлся потомками знаменитой Кабанской культурно-исторической области. Сейчас памятники этих народов исследованы в единичных экземплярах. На нашей выставке представлены материалы могильника Алдар-Рызен. Все это предметы искусства, которые перешли потомкам населения горной зоны эпохи раннего Железного века, но население сарматской эпохи уже видоизменило свои приемы изображения животных. Обратите внимание, подвеска в виде протом оленя и протом барана. Для кабанского искусства характерно изображение симметричных головок баранов или оленей. Здесь мы видим и олень, и баран. То есть люди, может быть, уже утратили понимание древней традиции, но все равно их сохранили. Впервые за много десятилетий на выставке представлен более поздний интереснейший комплекс могильника Верхняя Рудха в Дегорском ущелье. Очень приятно, что он соседствует с таким прекрасным материалом, как материалы Брудского некрополя. И посетитель может сравнить ювелирное искусство, обнаруженное на территории предкавказья, и ювелирное искусство горских мастеров. И находки таких предметов, как предметы из Верхней Рудхи, говорят о существовании в горах Северного Кавказа, в частности, в нашем случае, в Дегорском ущелье, некоего варварского королевства, то есть небольшого политического образования, которое, видимо, держалось на власти военного вождя и, собственно, претендовать на какое-то высокое, но не высшее место в элите Северного Кавказа эпохи великого переселения народа. Северного Кавказа 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 Раньше говорили, и когда в конце концов здесь появился город. Обо всем этом я поговорил с доцентом кафедры отечественной истории САФУ имени Ломоносова, кандидатом исторических наук и президентом Северного историко-родословного общества Алексеем Геннадьевичем Едовиным. Здравствуйте, Алексей Геннадьевич. У нас сегодня здесь, на набережной, начинается небольшое путешествие по истории Архангельской области. Расскажите, пожалуйста, почему именно с этого места мы его начинаем? Ну, ответ на этот вопрос достаточно простой. Дело в том, что именно здесь, в этом месте, находится самое древнее поселение на территории города Архангельска, первобытных людей, которые оставили его еще примерно 8-9 тысяч лет назад. Поэтому именно с этого места есть смысл начать наше небольшое путешествие по истории города до его основания, до основания города Архангельска. Здесь, на этом месте, найдены находки эпохи Мезолита. Это каменное орудие труда. Тогда еще керамику древний человек не знал. Время это характеризуется тем, что отступал ледник. Приледниковый водоем, который образовался у этого ледника, постепенно принимал очертания того берега Белого моря, который мы сейчас с вами знаем. И сюда стали переселяться на освободившиеся от воды, от ледника, места поселенцы, которые занимались охотой, рыбной вовлей, морским промыслом. Мы можем судить о жизни первых поселенцев благодаря вещам, которые они оставили после себя. Например, микролиты. Это такие пластины из кремня, которые древние люди использовали в качестве вкладышей в составные орудия труда, для ножей или в качестве наконечников стрел. Алексей Ненович, а чем вас так заинтересовала Троицкая церковь? Ну, Троицкая церковь, конечно, очень интересный архитектурный объект 18 века. Но в данном случае нас интересует не сама Троицкая церковь, а то место, на котором она находится. Здесь, рядом с Троицкой церковью, были найдены первые материальные свидетельства пребывания на территории города Архангельска представителей легендарного племени Чуди Заволочской. Это племя упоминается в повести временных лет, как одно из племен, которое платило дань новгородцам. Проживали представители этого племени на территории современной Архангельской области. Их этнический характер, скорее всего, они были ближе к прибалтийским финнам, чем к поволжским, судя по материальной культуре. Многие ученые небезосновательно считают, что Чудь Заволочская – это потомки знаменитых биармов, которые упоминаются в скандинавских сагах. Они рассказывают о путешествиях скандинавских князей, конунгов и их дружин на земле загадочной страны Биармаланд, которая находилась где-то на севере, предположительно, на берегах Северной Двины. Они обладали материальной культурой, например, большим количеством бронзовых шумящих украшений, которыми женщины покрывали свои костюмы. Собственно, на месте Троицкой церкви и была найдена такая подвеска, которой финно-угорские женщины украшали свою обувь, закрепляя ее на пятках. При ходьбе издавался характерный звук. Алексей Геннадьевич, а есть у нас еще места пребывания финно-угорских племен в Архангельске и в области? Ну, на территории Архангельска их еще несколько, например, в Соломболе. Но больше всего этих мест в окрестностях Холмагар, потому что древним центром Двинской земли еще до того, как сюда пришли славяне, были именно Холмагары. И вот та территория, которая вокруг них, она была очень плотно заселена финно-угорским населением. Там огромное количество финно-угорских украшений найдено и в самих Холмаграх, и в Матигорах, и в Быстрокурье, и в ряде других населенных пунктов. Ну и, конечно, о том, что здесь проживали финно-угры, говорят географические названия нашего края. Да, например, вот те же самые Холмагары, это в переводе с финно-угорского Кольм, это три. Вара – это высокий бор, гора, то есть это тройная гора, то есть три горки, которые были когда-то заселены, и они дали название этому населенному пункту. Матигор – это ближний бор, то есть мать – это вблизи, да, Вара – это гора. То есть вот такие топонимы, которые связывают нас с финно-угорским населением нынешними географическими названиями, они очень красноречиво говорят о том, что территория была заселена финно-уграми. Ну и если посмотрим на территорию Архангельска, тот же самый мыс Пурнаволок, да, тоже с финно-угорского переводится как «снежный мыс», ну и еще ряд таких топонимов существует у нас здесь. Но постепенно начали появляться и новые топонимы славянского происхождения. С севера Руси, из земель от Онежского до Белого озера начали прибывать новые люди. Когда время финно-угорских племен закончилось у нас на севере? Это самый сложный вопрос для исследователей, потому что есть такое мнение, что финно-угры были ассимилированы славянами в языковом смысле. То есть они перестали говорить на своем языке, но антропологически они остались теми же самыми людьми, что и были. Ну то есть они, это была такая языковая ассимиляция. И в нашей крови сейчас течет вот тех жителей, которые издревле здесь живут на территории Архангельской области, значительное количество той самой финно-угорской крови, которая принадлежит тем жителям, которые населяли эту территорию в эпоху Средневековья. Но, конечно же, много и переселенцев славян было уже в Средневековье, более позднюю эпоху. Поэтому это смешанное население, как и во многих других местах нашей огромной страны, в Центральной Европейской России тоже смешанное финно-угорское и славянское население образовало нашу велико-русскую народность, именно это население образовало. Северный край был богат на пушнину, рыбу и птицу. Эта земля привлекала людей с юга, несмотря на климат. Но особенно население выросло после нашествия монголо-татар на русские земли. Алексей Иванович, мы находимся неподалеку от небезызвестного памятника, небезызвестного Петру Первому. Скажите, пожалуйста, ведь очень часто связывают имя первого императора Российской империи с Архангельском. Но этот город ведь и до него был известен, насколько я понимаю. Конечно. До него он был известен очень большое количество времени, начиная еще с 80-х годов 16-го столетия, то есть более 100 лет, как крупнейший торговый порт нашего края. Ну и получил свое название наш город от Михаила Архангельского монастыря, который был основан здесь, на этой территории, вот прямо на том месте, где мы сейчас с вами идем. Там стояли когда-то постройки этого монастыря. Монастырь этот, конечно же, не является самым древним в Двинской земле. Древнейший монастырь в Двинской земле – это Покровский монастырь в Емецке, начало 14-го века. Но Михаил Архангельский монастырь абсолютно точно был учрежден здесь в промежуток времени между 1398 и 1415 годами, то есть на рубеже 14-15 века. На территории Архангельска до того момента, как был основан наш город, существовал не только монастырь. Известно о Воскресенской церкви. Находилась она в начале современной улицы Воскресенской. Айсен Ильич, а с какой датой правомерно вести историю нашего города? Вы знаете, если мы говорим о датах, то логичнее всего, конечно, брать за основу ту дату, которая у нас существует. У нас существует дата грамоты Иоанна Грозного 4 марта 1583 года, по которой он повелевает построить крепость, то есть сам по себе город, Архангельский город, город у Архангельского монастыря, что и дало толчок развитию здешнего населения, торговли западноевропейскими странами, послужило началом развития этой территории. И в дальнейшем наш город вырос в том, что он сейчас из себя представляет. Можно искать любые другие даты в более древние времена. Мы можем, например, взять 1419 год, когда Михаил Архангельский монастырь упоминается в летописи. Можем взять вот эту дату, которая по жалованной грамоте архиепископа Иоанна Игуменулки. Можем какие-то другие более древние искать, скажем так, источники, которые упоминают какое-то место на территории Архангельска. Но если мы говорим о городе, о том, для чего, собственно, и создавался этот населенный пункт, то есть крепость, которая является символом охраны заморской торговли здесь на севере. Потом тут же построены были и гостиные дворы, которые тоже, по большому счету, были еще такой же крепостью, как и та деревянная крепость, которая здесь стояла. Я думаю, что вот эта дата, 1583 год, 4 марта, она наиболее правомерна для начала нашего города. Итак, уже официально с этой даты город, наполненный богатым финно-угорским и славянским наследием, начал свою новую историю. Кстати, изначально день рождения столица Поморья отмечала 19 сентября в Михайлов день в честь своего небесного покровителя Архангела Михаила. Но в 90-х годах 20 века жители города попросили власть имущих перенести празднование на лето. И вот уже почти 30 лет Архангельск отмечает день рождения в последнее воскресенье июня. Журналист, связующий звено не только с регионами, но и с людьми, живущими там. Ведь благодаря работе репортеров на местах мы можем познакомиться с теми, кто так далеко от нас. Например, создателями уникальной выставки «Сокровища Алландского царства» или историками из Архангельской области, раскрывающими интересные факты о своем регионе. Наша программа завершена, а коллегам я напоминаю, что мы ждем новые интересные истории, которые покажем в эфире общественного серевидения России. Редактор субтитров А.Семкин